Смотрите, как можно узнать иностранца в любой стране? Он едет сюда к нам на велосипеде, машет мне. Но это же явно не может быть кыргыз, это так же, как и не может быть русский. И мы сейчас с ним будем знакомиться и брать у него интервью. Привет, Зайфер! Привет, как ты? Отлично! Ты только пришла? Да, секунду назад. Мы привыкли к тому, что Кыргызстан – один из самых больших поставщиков иммигрантов по всему миру. А что, если есть люди, которые, наоборот, переехали сюда жить и работать? Они любят эту страну и называют ее своим домом. Они знают кыргызский язык и помогают детям Кыргызстана в образовании. Сегодня мои герои-экспаты живущие в Аше. Я только что сказала, что вы не похожи на местного, потому что местные почти не используют велосипед. Только несколько человек. И вы их знаете? Ну да, приблизительно два или три. Это мне нужно, когда холодно. Эта шапка недостаточно греет. Так, покажите. Ничего особенного, я купила ее здесь, на базаре. Сначала я хочу примерить, как я смотрю. Когда холодно, я надеваю обе. Меня зовут Лариса Булина. Меня зовут Зайфер. Зайфер Динчер, известный кыргызстанцам как путешественник и фотограф. На его аккаунт в Инстаграме подписано больше 28 тысяч подписчиков, а самые популярные фото разлетаются по всей стране. Он преподает физику в колледже и считает Кыргызстан своим домом. Друзья, Зайфер Динчер, я не думаю, что вам нужно его представлять. Это один из редких случаев, когда человек переехал в Кыргызстан, нарожал здесь детей. Двое, можно сказать, кыргызов турецкого происхождения живут здесь. Я надеюсь, что мы сможем с ним познакомиться. Мы сейчас будем говорить по-английски, потом я сделаю перевод. Здесь будет перевод, поэтому не переживайте. Но я думаю, что мы узнаем очень много интересного. Как долго вы живете в Кыргызстане? Я приехал в 2004-м, во время правления Аскара Акаева. И потом мы увидели все перемены, но остались здесь. Вообще, я учитель физики. Это интересно. Основная причина моего переезда – это работа учителем в частной турецкой школе. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в наш кабинет. Это 10-й класс. А это Лариса из России. Возможно, ты хочешь представить себя? Привет, ребята. Я блогер из России. Возможно, вы видели мое видео. Если нет, я дам вам ссылку. Я создаю видео о Кыргызстане, традициях и людях. Я нашла вашего крутого учителя. Я очень рада познакомиться с ним и рада быть сегодня среди вас. Я надеюсь, что я не помешаю. Я очень рада познакомиться с ним и рада, что он пригласил меня, чтобы присоединиться в вашей классе. И я надеюсь, что я не перестану тебя. Привет, Ной. Привет, Рад тебя видеть. Взаимно. Друзья, я очень рада вас познакомить с НОА. НОА – это НОА по-русски. У тебя очень необычное имя. Оно популярное? Да, оно все больше становится популярным среди новорожденных. Есть такой рейтинг. Ной Брэчер – волонтер из Калифорнии. Он приехал в Кыргызстан до пандемии и влюбился в него. Во второй приезд он решил остаться здесь надолго. Открыл английский центр и помогает студентам найти программы обучения за рубежом. Я люблю играть на гитаре и бас-гитаре. В Америке у меня около 10 гитар, и, конечно, я не мог привезти их все. Здесь у меня моя электрогитара, бас-гитара, мой камуз и электрокамуз, которые наиболее интересны, я полагаю. Давай уже играть. Играет музыка. Играет музыка. По какой причине ты вернулся в Кыргызстан? С самого начала, когда я был волонтером, я планировал остаться здесь на 2,5 года. Но я не сделал всего, что хотел. Я до сих пор не побывал на Иссыкуле, например. Я не видел многие красивые места. Я подумал, что если я не вернусь, у меня не будет ощущения, что я до конца знаю Кыргызстан. Я хотел выучить кыргызский язык. Я не люблю что-то начинать и не заканчивать. Но ты мог приехать на 2-3 месяца и путешествовать по Кыргызстану. Но ты живешь здесь, работаешь здесь, чувствуешь себя как дома. И это больше, чем просто изучать страну. Твоя душа хочет быть здесь. Да, я согласен. Я жил в Китае, в Японии, у Эльси. Но только в Кыргызстане я захотел остаться надолго. И это благодаря людям. Они добрые и гостеприимные. Возможно, это потому, что здесь не так много иностранцев. Например, если ты в Китае говоришь на китайском, это никого не удивит. Но здесь не так много иностранцев говорит на кыргызском. И здесь не так много возможностей для людей, особенно в Аше. В Аше? Почему особенно здесь? Больше возможностей для образования на севере, в Бишкеке. Если ты посмотришь программы обучения за границей, то 99% студентов из северной части. Там лучше государственные школы и колледжи. Люди имеют деньги, чтобы оплатить образование. Здесь в Аше люди ограничены возможностью. И у тебя есть идея помочь им? Да. Я открыл английский центр, куда мы пойдем чуть позже. Здесь очень много людей, которые хотят реализовываться за границей, но они не знают, как это сделать. Первый шаг – дать людям информацию. Это реально, несмотря на то, что ты из маленького города и у тебя недостаточно денег. Есть разные программы обучения. И многие люди не знают об этом. Мы им рассказываем. Мы общаемся с родителями. Особенно в Аше много девушек, родители которых хотят, чтобы они остались дома. Такая традиция. Выйти замуж, и основная их цель – создать семью. Но когда девушка говорит, я хочу учиться за границей, родители не поддерживают. Они считают, что это нереально. Мы показываем, что это возможно, и родители видят это. Но если мы можем показать, что это реалистично, то родители более открыты. Тебе нравится твой учитель? Да, конечно. Он еще и крутой фотограф. У него 27 тысяч подписчиков. Расскажи, какой он учитель. Он крутой. Его уроки не вкусные, как и других учителей. Хотя все учителя классные. Может, ты хочешь что-то сказать? Да, его уроки всегда захватываются. Когда мы подходили к школе, и я видела ваших студентов, я поймала себя на мысли, что вы популярны здесь как фотограф, и они горды, что вы их учите. Вы известны здесь, и возможно, что студенты знают, что ты такой стороной фотографии, и они рады, что ты... Я думаю, это очень важно в наше время, чтобы мотивировать студентов быть сфокусированными на уроке. Их учитель должен быть разносторонним. Если учитель только преподает, это скучно. Одна из причин, почему я езжу на велосипеде даже в снег, потому что студенты встречают меня аплодисментами. Да, вы отличаетесь от остальных. Да, физики должны быть немного странными. Я должна признаться, что физика для меня была непостижима, я не понимала ее совсем. Когда я спрашиваю людей, половина говорит, что это скучно и мне не нравится. Вторая половина говорит, что физика – это круто. Посередине не так много людей. Это зависит от учителя. Если он проводит урок увлекательно, все получают удовольствие. В противном случае это очень скучно. Он очень креативный учитель. У него крутые методы преподавания, как на уроках, так и на факультативах. Ты понимаешь все, что он говорит? Да, я все понимаю. Главная идея – дать образование странам, оставшимся после распада Советского Союза. Вы выучили три поколения студентов. Да, и эти люди имеют отличную точку зрения и позицию. Они умные, а значит, хотят изменить что-то. Многие наши бывшие студенты сейчас развивают Кыргызстан. В прошлом году из 54-х выпускников более 30-ти уехали учиться за рубеж в Европу и Америку. И большая часть из них вернется, чтобы работать и развивать страну. Здесь ты можешь видеть мою коллекцию колпаков. У меня их семь. Мне очень нравится колпак, потому что это традиционный убор, но люди носят его на работу. Даже президент носит колпак. Ты можешь надеть его с костюмом или каждодневной одеждой, весной или зимой. В других странах нет такого. У них есть национальная одежда, но только для фестивалей и праздников. Может быть, ты знаешь, что в Кыргызстане есть известный коньяк? Да, я знаю. У меня здесь полная коллекция. Бишкек, Ош, Кыргызстан. Но также у меня есть действительно дорогая коллекция. Манас, Эпос, Энисай. Коньяк Бишкек, например, стоит 500 сон, а коньяк Манас – 3500 сон. Эпос – 4500, а Энисай – 6500 сон. Это реально дорого. Когда ко мне приходят гости, я их угощаю, ну, совсем чуть-чуть. Только попробую. Да, именно. Наши зрители будут удивлены, что ты знаешь кыргызский язык. Ты знаешь. Мой номер, я был из Америка, Калифорния, на 1 веке. Я живу в Кыргызстане, я живу в Мугалиме. Я угощал Мугалим, я живу в Америкае, и я пришла в Америка. Фотография – это ваша работа или хобби? Это мое хобби. Я всегда интересовался фотографией. Но ты знаешь, в Кыргызстане люди очень гостеприимны, что побудило меня путешествовать и делать много фотографий, особенно людей, потому что они всегда приглашают меня. Например, только сегодня я получил приглашение из трех регионов. Пожалуйста, приезжай. И они никогда не просят денег. Я не искал его, он нашел нас. Этот мальчик? Как? Он просто прибежал и принес нам кумыс. Моя камера была в рюкзаке, и я сделал мою самую популярную фотографию на телефон. Да, я заметила, что это мобильная фотография. Я всегда это говорю. Не так важно, насколько дорогую аппаратуру вы используете или где вы находитесь. Даже такая простая фотография может быть очень хорошей. Давайте поговорим о Кыргызстане в целом. Какая традиция, связанная с гостеприимством, нравится вам больше всего? Чтобы понять это, ты должен путешествовать. К примеру, в Бишкеке ты не сможешь этого почувствовать. Но когда ты путешествуешь, ты можешь увидеть, какие люди теплые и гостеприимные. Они не ожидают ничего от тебя. Они просто хотят, чтобы ты был их гостем. Они не богатые люди, но они стараются сделать все, чтобы ты был счастлив. А когда ты уезжаешь, они дадут тебе пакет полной еды. Они их гостеприимные. И какие-то их условия. Я имею в виду, они не богатые люди. Да. Но они пытаются сделать все, чтобы ты счастлив. Да, и они общаются. Они общаются. Они общаются. И когда ты уезжаешь дома, например, они дают тебе огромный пакет. Они все внутри. Я уже учу здесь две недели. И мне... Знаете, эти курсы, они имеют свою привилегию между... Это больше, чем просто грамматические темы, да? И это не просто курсы английского языка. Это также дискуссия про социальные, про экологические, про экономические проблемы. И мы понимаем эти темы для того, чтобы расширить наш кругозор. И это, мне кажется, это больше, чем просто уроки английского языка. Ноа, он ради нас, ну, ради своих учеников прилетел сюда. Ему нравится быть учителем. И мне удивило то, что он не остался там в Калифорнии, как где там хорошо. И мне нравится то, что он тут живет. Вот я ради него хожу на курсы. Я узнаю. Да, он рассказывает про свою страну, и я много узнала. Как я поняла, ваши студенты очень любят вас. Мы любим друг друга. Ваши уроки реально веселые. Я ничего не поняла, потому что мой английский не такой хороший, как у ваших студентов. Ну, там физические термины. Да, но они привыкли говорить с вами на английском, и понимают вас очень хорошо. И, как я поняла, они реально вами гордятся. Я работаю здесь уже 18-й год, но каждую неделю я трачу несколько часов, чтобы улучшить мои занятия. Давайте поговорим на гордысском. Мне сказали, что я зацеплен! Мы créd, как Вы говорите, как же мы граждан, мы овучшим нашим 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 во время занятий. Мы по-наериузному языку и языку читали. Если мы говорят, хут, хут и лук. Него и нет, хут и лук, чактаны и лук трех. Я знаю, что я на немецкую языку. Приняузный язык, я знаю. Что я знаю, вам не знаю, я знаю! Вы говорите, что происходит то, чтобы поговорить с ним? Али, у меня нет, я не знаю. Я говорю, что, я хочу делать то. Вы говорите очень быстро на кыргызском, как местный житель. Не так хорошо, но достаточно. Мисс Черрис, извините, что прерываю. Могу я попросить сына выйти? Малин, эта девушка хочет поздравить тебя с днем рождения. С днем рождения! Мы отправим тебе подарок, но я желаю тебе быть умным, здоровым и сильным. Спасибо. Ты гордишься своим папой? Он реально крутой у тебя. Он стесняется. Вы берете сына с собой в путешествие? Иногда мы путешествуем с семьей, у нас есть собственная палатка. Тебе нравится путешествовать по Кыргызстану и спать в палатке? Да. Беги в свой класс и получай хорошие оценки. Иногда, когда я уезжаю в отдаленные села, мне кажется, что я путешествую во времени. Например, Айманку, на границе Нарына и Китая. Я люблю это место очень сильно. Когда ты приезжаешь в такие места, чувствуешь, что ты на машине времени. Люди до сих пор живут старыми традициями, культурой. Я думаю, это отличает Кыргызстан, и это одна из причин, почему я живу здесь. В других местах ты также можешь найти красивую природу и хорошие отели, но здесь гостеприимство людей намного важнее. Поэтому, если иностранный турист приедет сюда, у него будет два воспоминания – природа, традиции и культура, и люди. У меня такие же впечатления – природа и люди. Вот почему я влюбилась в эту страну. Даже когда я говорю об этом, у меня мурашки по коже, и поэтому я не уезжаю отсюда уже 17 лет. Спасибо большое. Это был задний дэнджер. Не опасный. Мои студенты так называют меня. Динчер. Динчер. А как правильно? Динчер. Динчер. Состоит из двух слов. Динч и эр. Динч означает, когда ты чувствуешь себя сильным, уверенным. Эр означает солдат. Получается, сильный солдат. А зафер по-русски – это победа. Зайфер Динчер был герой моего видео. Можно я закончу это видео на русском? Друзья, я сегодня провела прекрасный день, в том числе компанией с Зайфером Динчером. Это очень крутой человек. Я горжусь тем, что я с ним познакомилась. Я рада очень, что в Кыргызстане живут такие люди. Они дают образование. Они показывают красоту этой страны всему миру. Не только Кыргызам, но и всему миру. И берегите таких людей, цените. Отдавайте им свое тепло. Подписывайтесь на инстаграм Зайфер Динчера. Подписывайтесь на все мои социальные сети. Мы с вами обязательно скоро еще встретимся. Пока. И для людей, кто хочет приехать в Кыргызстан, приезжайте весной и летом. После апреля, мая, Кыргызстан выглядит как рай. Так, Жаля, что ты можешь сказать про наших героев сегодняшнего выпуска? Я в шоке от них. Вот человек, живущий в Америке, переехал в Вош. Для меня это шок. Многие Кыргызы уезжают, наоборот, в Америку, а он, наоборот, вернулся. Здесь еще и работает, еще преподает английский язык. Ребята, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Поставьте свой комментарий. Обязательно напишите свое мнение, пожелания этим ребятам. Потому что они действительно стараются развивать ОШ. Они стараются давать знания детям Вашей. Я считаю, что это очень ценно. Да. Давать перспективу. Да? Да. А поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Комментарий. Комментарий. Колокольчик. Ждем новые видео. И подписывайтесь на мой канал. Вы где-то еще видели круче каналов. Я нет. Я тоже. Все, ребят, жду вас на своем канале. Видео сейчас будут выходить регулярно. Очень рада я опять вернуться в Кыргызстан. Начала свою поездку в США. Очень этому рада. Дальше мы едем в Бишкек. А потом еще много куда. Субтитры сделал DimaTorzok